Здравствуйте, Игнатий Тихонович, с праздником вас. Добрый день. Меня нормально слышно? Да. Замечательно. Можно приступать к вопросам? Но сначала вы скажите, вы не против, что мы все записываем, в интернет выставляем? Нет, не против. Ну, говорите, слушаю вас. Игнатий Тихонович, у меня ряд вопросов будет. Значит, первый из них следующий. Вот в Константинопольском соборе 1156 года рассматривали вопрос о том, кому была принесена жертва Христа. Собор постановил то, что жертва приносилась всей Троице. То есть жертва Христа принесена всей Троице. Однако, а, и также осудилось мнение, в котором говорилось о том, что эта жертва приносится только отцу. Значит, на Триденском соборе в 16 веке, если не ошибаюсь, католики, когда ответили, готовили ответ Мартину Лютеру, то есть в начало контрреформации, когда начиналось они, постановили по этому вопросу, что Сын приносит в себя жертву Отцу для совершения вечного искупления. Значит, в Библии я вот этот вопрос пробовал изучать, и там нашел следующие ссылки. «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу. Благоухание приятное». И дальше это послание к офисианам 5.1.2. И далее в послании к евреям написано следующее. «То, коль ми паче кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, это евреям 9 глава 14 стих. И дальше. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел отесную Бога». Значит, вот из евреям 10 главы 12 стиха, вот в комплексе с Ветхим Заветом, где говорилось, что сын человеческий подходит к Ветхому дням, это было в книге пророка Даниила. Я делаю вывод, что все-таки ближе та версия идет, когда сын приносит себя в жертву отцу. Значит, также читал мнения святых отцов по этому поводу, и мнения разделялись. То есть, вот кто-то говорил, что выкуп был отдан дьяволу, кто-то говорил, что, это, по-моему, Иоанн Златуус говорил, кто-то из святых говорил о том, что, значит, жертва принесена отцу, особенно эти отцы первых веков. А Григорий Богослов говорил, что, вот я могу зачитать то послание из Григория Богослова. Значит, сейчас, секунду. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый многими без внимания, но для меня весьма требующие исследования. Кому и для чего пролетась я, излиянная за нас кровь? Кровь великая, прославленная Бога и архиерея и жертва. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием, купившим себя повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога за свое мучительство, берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного принята отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы долговно? Или из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Таковы дела Христовы. То есть, получается, что Константинопольский собор 1156 года принял во внимание мнение, рассмотрел святых отцов и принял мнение именно Григория Богослова. Вот я хотел вам задать вопрос следующий. Вот опираясь на опыт и на ваше изучение Библии, я мог какие-то детали пропустить, мог какие-то суждения святых отцов пропустить. Вот по вашему мнению, кому была принесена жертва Христа? И если она была принесена отцу именно, то является эритиком человек, который не исповедует данное постановление собора Константинопольского, а ссылается на других святых отцов, которые говорили, что жертва была принесена отцом. Ответьте, пожалуйста. А вы кому еще этот вопрос задавали? А я, знаете, мне некому просто этот вопрос задавать. Я искал ответы в интернете, и все очень размыто. То, что мнение отцов разделяется, более или менее я статью нашел, в которой говорится, что мнение святых отцов, оно было разным. Искал также видео-ответы. Вот все отвечают либо размыто, либо не объясняют. Вот Максим Каскун, есть такой священник, он отвечает, да, жертва была принесена всей Троице. То есть он, как бы, вот этот собор 156 года исповедует. Но я, как бы, Кураев тоже, он, Кураев говорит следующее, он интересный. Он говорит так, значит, были ли католики еретиками, называли ли их когда-нибудь еретиками официально, было ли какое-то постановление? Они говорят, что нет, а я вам докажу, что да. И он говорит, что в соборе 156 года мнение о том, что жертва приносилась отцу, она являлась, как бы, объявлена была ересью, такое мнение. А в то же время католики, они в 16 веке принимают как раз то решение, в официальный свой капитизис, которое является еретическим. Поэтому они официально подпадают под ересь. Вот он таким образом это доказывал. А как бы, я вот нашел, что мнение святых отцов на самом деле было разным. Что там говорили, и дьявол выкуп отдавал, и отцу в жертву приносил. Кураеву, как я понял, и Осипову, больше всего не нравится то, что вот это вот, как сказать, то, что вот именно такое решение, оно привело к такому католическому юридизму. О том, что вот своей жертвой, то есть из постановления Триденского собора, что жертва отцу следует, что грехом Адама отец был неудовлетворен, вот бесконечно обижен, и вот как бы все люди из-за этой обиды попадают под это. Им вот не нравится такой юридизм. И вот Грехт Константинопольский собор, он от этого юридизма избавляет. И вот именно по своей любви Бог нас соединяет. Не потому, что ему чего-то не хватает, а вот потому, что он сполна любит, вот эту любовь дарит, и таким образом соединяет нас через Христа с собой, вот, для бесконечности и грехности. Для выявления этого вопроса, сколько время прошло? Соборы от одного до другого рассуждали люди, сколько потратили время и сколько человек на соборе было? Примерно хотя бы. Вот человек ответить не могу. Я знаю, что Константинопольский собор длился два года, а Грехт Константинопольский собор длился 20 лет. Так, и сколько человек на том и другом было? Вот, к сожалению, я на это не обратил внимания. Так, это важно. Дальше. Если это умножить на количество дней, а 365 дней в году, и люди были там не простецы, не кузнецы, не те, которые шили одежду, а люди важные, со знаниями, с большими. Вопрос стоит так. С чего они добивались этим? Вот сколько человек дней они потеряли, а в это время эритики, как свидетели Иеговы, от двери к двери шли и приобретали новые души для ада, для смерти. А почему они только этот вопрос подняли-то? Когда написано, как Библия в миниатюре, считается 3.16 Евангелия Теана, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородную». Какой Бог? Троица или Отец или Сын? Ну, давайте дальше-то. Ко всем местам Святой Библии, где говорится о слове «Бог», прилагать будем то учение о Троице, которое было принято при Блаженном Августине. А если бы не было принято, вопросы бы отпали. Нас никто не заставлял слово «Троица» произносить, которого нет в Библии. Я каждый день считаю молитвы Пресвятой Троицы. Я просто говорю. Ну, 300 лет до Блаженного Августина жили без именования Троицы. Апостол Павел не знал этого слова. 12 апостолов не знали, 70 апостолов не знали, Божья Матерь не знала. А нам зачем это знать? Зачем 6 столетий гремели мечи буквально? Пятый собор был вселенский. Сколько на нем было правил принято? Не могу ответить. Ну, вот не можете ответить-то, понимаете, я вам расскажу. Ни одного. На Вселенском Соборе ни одного. А 6-й Вселенский Собор там уже начинают считать 96, Карфагенский там 102, речь идет не о двух правилах. А 5-й Вселенский ни одного. Апостольское правило 85. 5-й Собор ни одного. Почему? Зачем же они собирались, если ни одного решения не вынесли? Ни одного. Какая причина? Вот из того материала, который я читал, следовало то, значит, следующее, что когда образовывалась какая-то ересь, вот этой ереси хотели дать богословский ответ. То есть, к примеру, когда осудили ересь Арианского, то есть, для этого собирался Собор. Потому что, когда одно дело, когда, вот, к примеру, Хелиазм, он же был там и у Ирине Иллионского, и у ряда святых отцов, у Преана Тропагенского, вот, но у них это не приобретало характер учения. То есть, у них это было вот такое предположение, которое не по всей, как сказать, их линии их сочинений проходило, да, в каком-то месте было такое предположение. И в результате этого они не были названы эритиками, в отличие от Оригена. Вот. И все Соборы, они давали ответ, как правильно исповедовать, когда начиналось какое-то мощное движение. Это, видимо, духовенство боялось о том, что возникнет ересь какая-то. И вот так на это отвечали. А почему до Третьянского Собора этот вопрос не возникал? Почему? Почему на Первом Вселенском Соборе этот вопрос не возникал? На Втором, на Третьем, на Четвертом, на Пятом, на Шестом, на Седьмом? А седьмой в семьсот восемьдесят в седьмом году был. Почему этот вопрос не поднимался? Я вопрос-то спрашиваю. Когда мы узнаем, тогда поймем, какой ответ. На Пятом Вселенском Соборе ни одного не было правила принято. Почему? Гремели мечи. Епископы под скамейками прятались. Нам это надо? Вот этим вопросом снова Сатана загоняет в тот же самый угол под скамейки. Константин Великий, а он кто был такой? Константин Великий, равноапостольный. А что у него от апостолов было? Вопрос. Он всю жизнь был язычник. В смертный час принял крещение и крестил его епископ Арианский. И что из этого? Как он мог равноапостольным православным стать? Сегодня опубликовали эти скрытые документы, рассекретили. Запомните, Константин, названный равноапостольным, ни одного дня не был православным. И крестил его перед смертью Евсевий, епископ Арианский. Мы еще совсем опупели или опопели? Ничего не понимаем? Почему Ян Затауз видя все это и сказал, чего в Библии нет, о том не рассуждаем? Повторите это слово. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Тема закрыта, все. Хорошо. По поводу Константина, я могу предположение высказать, что ввиду того, что мы не можем представить тех гонений, которые были на христианах первые три века. То есть, когда людей кальвам бросали, распинали, сжигали, кожу снимали, маслом поливали. То есть, и когда настал такой просвет в виде Константина, который увидел знамения и увидел, то есть, и сделал эту религию негонимой, то есть, не государственной, но хотя бы негонимой. Это, видимо, для людей вызвало большой такой отклик в сердце. И это было как знамение Божие. Ну, я вот так предполагаю, может быть, из-за вот такой психологии его и назвали. А мы, как бы, такую психологию сейчас просто не понимаем. То есть, с нас никто кожи не сдирает. Мы смотрим в контексте нашего времени. В контексте нашего времени Константина был святым не назвали. Но в контексте того времени были какие-то риски. Все равно, что там восстание какое-то поднимется. Может быть, действительно, тогда и была жертва. А скажите, дорогой мой, а до Константина монашество было? Я знаю, что в четвертом веке вот как раз оно вовременно и появилось. Так, а монашество, оно, евангельское устроение имеет в себе или это выдумка человеческая? Я слышал разные мнения, но слышал основания того, что тоже А как объясняли они возникновения монашества, монахик? Чем они его объясняли, мотивировали? Его не было. Год за годом идет, мученики на небе прибывают, 475 тысяч казнили уже и вдруг стали убегать от людей. Чем это вызвано было? Ни храма, ни ноженища, все бросили и пошли в пустыню. Почему? Ну вот в Египте, насколько я читал, то есть здесь опять же маленько, наверное, разные причины возникли, разные версии есть. Я слышал, что большие гонения были и еще в Библии говорилось, что блуждают по пещерам те, которых недостойны. мира были, то есть и вот таким образом, наверное, зародилось, то есть гнали, они не могли проповедовать, у кого-то может быть смелости, не хватало идти на смерть, и люди старались молиться, как бы издалека может быть на этом поприще возникли. А также хорошо, вы жития святых считали 12 томов Дмитрия Ростовского? Нет. А я их насчитывал на моем сайте, они в аудио, 12 томов, я составил на них симфонию. Монашество возникло как протест против не гонений, а обмерщения церкви, наоборот, все вы отвечаете. У вас совершенно неправильное представление. Когда в церковь разрешили, теперь официальные религии сделали, хлынули толпы. Почему? А по-другому нельзя было, должность не получит никакой-то. И люди, которые боленько хотели что-то, они бросали все и уходили. В церковь нельзя заходить. Как у нас сейчас приходим, сидят в церкви, курят, папиросы бросили, я говорю, а что это бросают? А батюшка сказал, хотя бы один час не курить до причастия. Хотя бы один час. Этого человека нельзя в церковную ограду запускать. А сегодня экономия. Экономия это слово, которым прикрыли погибель. Иоанн Златоуз говорит, что если за грех священники накладывают эпитемии, то гибнет и он сам и кого причащают. Потому многие больные немало умирают. Больницы-то забиты из-за того, что недостойно причащаются. Кладбище переполнено из-за того, что недостойно причащаются. Это один. Другого ответа нет в Библии. Я говорю по Библии. Теперь, вы упомянули хилиазм. Сколько времени ушло на спор о хилиазме? Четыре столетия. А это я вам докажу в течение сорока минут. Вот вы ничего не знаете. Найдите самых лучших хилиастов и приведите вот сюда по скайпу, потому что в субботу у меня уже не будет четыре месяца. Я уезжаю в Сепь, там мой труд. И по часам будет сорок минут. И ни одного не будет человека, который вас противится. Зачем четыре столетия, когда сорок минут хватит? Повторяю, на основании только одной Библии я вам докажу. Вам, хилиастам, и те, которые по-другому понимают, все будут одинаковые до одного. А который будет против, он просто ничего не понимает и горло панит, и все. Вы в это верите, что я говорю? Или думаете, я просто хвостаную? Я верю, я слышал ваши доказательства. Я говорю следующее, о том, что почему четыре столетия понравилось? Люди были разной культуры, те же епископы, и у кого-то была гордыня, кто-то был далеко, поэтому четыре столетия понадобилось, для каждого не было такого богословского ответа, потому что каждый не воспринимал Библию в таком качестве, в каком ее можем даже мы сейчас понимать. Были и простые люди, которые тоже имели свой политический голос, но не имели богословского образования. А кому-то это было не выгодно. Скажите, пожалуйста, Иван, вы сами понимаете, что это за учение хелиазм? Да, понимаю. Что оно означает? Коротко скажите, в течение одной минуты. Оно обозначает, что люди стремятся краю на земле. И это послабление по сравнению с тем, с учением о том, что жизнь... То есть человек хочет грешить, чтобы мир ему служил. Он хочет жить хорошо в мире. И вот люди ищут оправдания для себя. То есть юридизм ищут о том, что мы там постреляли кого-то, построили церковь, и вроде бы Бог нам простил. То есть мы заместили. То есть это послабление. Ты можешь делать, что хочешь, но можешь откупиться деньгами, которые у тебя есть. Тилиазм, в моем понимании, примерно такое же послабление. О том, что люди просто хотят делать на земле жить так, как они хотят жить здесь и сейчас счастливы. И вот тилиазм это такое послабление евангельского учения. нет, неправильно. Ни одного слова правильного нет. Хилиазм от слова тысяча. Нет, я знаю, что это тысячелетнее царство. Никакого отношения к послаблению нет. Это слово даже не упоминается. И на основании слова Божия доказывают они, что тысячелетнее царство будет когда-то, ровно тысячу лет, и это время будет царством святых, не то, что все позволено. У них такого учения вообще не было. Тертулян так не понимал. Иориген так не понимал. Сегодня хилиазм, в каком виде он был, в первом виде, скажем, чистый хилиазм, все баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, все понимают его так, именно так, это все хилиасты. Я беседовал с ними в разных больших аудиториях. И они приводят четыре места в защиту своей. Четыре места. Я им привел 72. 72. В первую очередь, вы как понимаете, Господь говорит, я воскрешу в последний день. Слово в последний день, как понимать? Вы говорили, вы ссылались на местописание, о котором говорится, что воскресенье будет не до страшного суда, а после. Вы это доказывали. Последний день, это уже конец истории, начало новой эры. так я не доказываю, я просто место писания открываю, я ничего вообще не доказываю. Писание говорит, Господь говорит, кто будет есть плод сына человечества, будет иметь в себе жизнь. И я воскрешу его в последний день. Нам никуда нельзя, 6 глава, Евангелие от Иоанна только четыре раза говорит в последний день. И ученики так и понимали, за последним днем последняя капля, последний поворот, рубль, последняя страница книги, все понимают одинаково, за ней ничего нету. Поиск человеческой вечности. Когда он говорил так, Марфа говорит, знаю, воскреснет в последний день. Это 12 глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что все понимали так, что последний день это воскрешение из мертвых, последний день начало суда Божия. 12.48 Евангелие от Иоанна говорит, Господь говорит, я не сужу вас, слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Иоанн говорит, Яна 12.48 Я еще пять минут не говорил, и уже все ясно. То есть речь идет о последнем дне, о последнем. А раз последний день я воскрешу, а в этом говорит Даниил 12 глава и 7 глава, то никакого другого уже места не будет. Раньше никто не воскреснет. И притча Христос говорит, Царство небесное подобно и дальше говорит, жатва, кончина века объясняет, когда сел, и что будет, соберите прежде плевелы, а потом пшеницу. А тут наоборот, сначала пшеницу на тысячу лет собирают, все перевернуто. И за тысячу лет до последнего дня они устраивают на земле царство, а в году 365 дней, то есть ошибка в 365 тысяч дней. Согласно Слову Божьему, нам или признать Слово Божие, и перестать королесить. Кстати, интересно то, что в символе веры говорится и царство его не будет конца. То есть из хириазма следует, что Христос приходит два раза. И это ряд святых прямо возмущало. У них три раза приходит, три или четыре. А Господь написано 9.28, считаем послание к евреям и говорит, и что? Однажды. Однажды. А второй раз явится для ожидающих его спасения. Все. И первым плевелы, плевелы, первый воскрес на грешнике. А почему? Иоанн говорит, а вот почему. Он объясняет, что означает, вот я беседую с баптистом, я говорю, а вы верите в пришествие Христа? Верим, конечно. А вот смотрите, что написано. Евангелие от Матфея 24 глава. Явится на небе знамение Сына Человеческого. Я говорю, что? Христос. Я говорю, написано не Христос, а далее, запятая, и дальше, и узрит всякого Сына Человеческого, грядущего на облаках. Вы приняли то, что за этим? А знамение? Поверьте, за 55 лет мне ни один не ответил. А почему? Полное помращение ума вне церкви. А это нужно знать? Вот это нужно знать. А кому жертву приносит, не нужно знать. Не нужно, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А это в Библии и есть. Четно и определенно говорится, что мы должны приготовиться, когда придет антихрист. Ради избранных дни сократятся. У них антихрист, когда будет, в церкви не будет. И они говорят, все нормально, окей. А Библия говорит, всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, а перед этим пройти огненное горнило. Огненное горнило. Но ради избранных дни сократятся. Значит, избранное на земле три с половиной года до пришествия Христа тысячелетнее царство кончится. А началось на Голгопе. А как началось? Ну, очень просто. Очень просто. Считаем мы 3,8 первого послания Иоанна об этом говорит. Для того, что явился Сын Божий, чтобы разрушить его отъявола. Я говорю, разрушил или нет? Если разрушил, считайте, Матфея 12, глава 28, об этом говорит. Как может кто расцветить вещи сильно, если прежде не свяжет его? Так связал он его или нет? А как? Да 2,14 считайте к евреям, что и как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы имеющего держава смерти, запятая, то есть дьявола. Смертью смерть попрал. Когда? На Голгопе. Вот и началось священное царство. Он его связал, и он освободил из ада. Толковать-то ничего не надо. Вообще толкования не надо по этой теме. Толковать об иконах надо. Об иконах, если не понимают. А в отличие эти царства вообще открытым текстом написано. Оставьте Россию вместе до жатвы. Жатва кончина века. Никаких восхищений раньше не будет. Или, говорит, царство небесное подобно неводу, которое забросили и подтянули и худую выбросили куда? В озеро огненное. Вообще, я даже 40 минут не нуждаюсь. Я в течение 10 минут докажу это. Ну, и вопрос вот евреям 9.28. Так и Христос однажды принеся в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз является для очищения греха, не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. то есть говорится явно, то есть эсхилиазма следует, что он два раза приходит, говорится именно, что он приходит один раз. Давайте вернемся к первому вопросу. Он не нужен. Совершенно не нужен. Его никогда нельзя касаться. Он принес себя в жертву, то есть пожертвовал. А кому? Кому, Богу. А в каком смысле? Какая жертва? Я вот только на днях такой ролик составил. Много задавали вопросов. А для чего вообще нужно было Христу умирать? И как связано это с рождением свыше? И вот начинает говорить бесконечно. Я даже минуты могу сказать. За 15 минут можно все местописания все просчитать и больше ничего нету. А как? Вот первое, самое главное. Человеку нужно поверить, что он погиб. Что возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. Смерть. И Бог никогда никому ничего простить не может за так. Не может. Бог этого не может делать. Потому что чистое с нечистым не может быть. Он не может. Почему? Потому что он Бог. У него свойства нету такого. Допустим, он написано не может отречься от самого себя. Он не может солгать. Он не может. Мы-то можем говорить правду и ложь. А Бог не может. Это свойств Божьим нету. Это написано и раскаивался Бог, что сотворил человека. Бог не может раскаиваться. Это все образно антропоморфизмом называется человечине. Сапог мой наедом. У Бога что, какой размер сапог? То есть, ничтожно все перед Богом. Совершенно не понимают смысла, о чем говорится. Почему? Не в Духе Святом. И даже День Троицы ничего не значит. Поэтому у человека только две главные задачи. Первое, родиться свыше. И второе, быть движимым Духом Святым. О чем Серафим Саровский сказал. Стижание Духа Святого. В этом все для человека. Дальше идти некуда. Ты каждый день будешь и плакать о грехах. И искать кому помочь. И как пострадать за Христа. Все в этом. Почему? Ты будешь слышать голос Духа Святого. А как? Не вопреки канонов соборных. Не вопреки святых отцов. Не вопреки, конечно, Святой Библии. И все. И рассуждать вообще не о чем. Вставай и начинай работать. И начинай трудиться. Я не просто не пью вино. Атлатоуз говорит, а ты напротив научись. Даже сокращать в воде себя. Если ты раньше воровал, не воруешь. То теперь последнее отдашь. То есть превысить то, что переломи. Тяжесть коромысла в эту сторону. И вот начинает. Кому принес любовь Божия. В жертву любви. Он есть Бог-любовь. И поэтому жертвы достаточно. Если бы еще на земле Лидии жили миллион лет. И миллион галактик было. Этой жертвы было бы вполне достаточно. Столь велика и неизмеримо велика любовь Божия. А кому принес? Он принес себя в жертву. Все на этом. Богу. Перед Богом. Богу какая она жертва? В чем она заключается? Надо смысл слов вникать. А тут, а кому? Написано Богу. То есть перед лицом его. Об этом говорил псалмопевец Давид. Я сказал, вот я иду. Ты уготовал мне тело. Ты уготовал мне тело. Я стал подобен человеком. И взял грехи мира на себя. Вот стоит на Иордании Иоанн Христитель. Изрожденный женами величайшей. Есть картина Иванова в Третьяковке. Явление Христа народу. Он простирает руку. 1.29 Евангелия Теана. Говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Какой? А грех Ирода взял он? А Гитлера, Сталина, Ленина, Антихриста? Тут вопросов тысячи. Не надо ничего задавать. Грех мира. А это люди в миру были? В миру. Значит, вопросов никаких и нет. Грех мира. Почему сделал? А вот мы считаем в Евангелии 1-е послание Иоанна. Бог свою любовь доказывает. Кому? Нам. Что отдал Сына за нас. Что Он умер за нас. Когда мы еще жили во грехах. Когда мы жили во грехах, а жертва уже была принесена. Вот доказательство любви Божией. И что Он принес? Любовью Своей. Он показал, как Он любит. Прими только Его. И никогда не спорили об этом. И я Вам не советую это делать. Во-первых, Вы наживете большие неприятности. Вторгаясь в недосягаемые. Можно сойти с ума. Это первое. Далее. Вот этой пробитой брешьи в мозгах-то научит дьявол брехать. И человек вообще ничем не будет заниматься. А вот тот понимает, я больше Киану Златоуса, а я к Василию Великому. А я Григория Богослова люблю. И тогда взяли сели в один день их всех. Они умерли в разное время. Не знали, что делать. Я Полосов, я Павлов, я Кифин. Зачем это нужно? Ну, Игнатий Тихныч, это, по моему мнению, доказывает, что можно оставаться внутри православной церкви. И, к примеру, не быть еретиком в этом вопросе. Потому что, можно сказать, что я для себя этот вопрос считаю открытым. Потому что мнение святых отцов здесь разделялось. И я поэтому не задаюсь и, как сказать, на этот вопрос не могу дать однозначного ответа. Я лишь могу процитировать, что разные святые отцы, они это толковали по-разному. А как на самом деле этот вопрос не открыт в Библии? Знаете, я преподавал в разных университетах Слово Божие по блаженному фефилакту. Только в одном университете 18 лет. Это не два дня. Я никогда этой темы не касался. Я беседовал с тысячами, не сотнями разных сектантов. Сколько пришло из них православие. Стали учителями здесь, магистрами. Но никогда я не спорил с католиками. Ни разу, ни одного дня за 55 лет. Как я обратился сознательно к Богу. А почему? Церковь. Ошибок у нас своих хватает. Меня интересует, что в моем доме не так. Мне некогда через чужой забор заглядывать. И кому принес жертву. И говорите, я оставляю открытым. А у меня он не открытый. Его вообще нет вопроса. Я его не открываю. Я сказал, мне это не нужно. Совершенно не нужно. Я полюбил моего Господа. Я принял его жертву. Он умер за меня. И кровь свою пролил. Страдания на Христе. Меня он искупил. И Анна Таус говорит, все, что ты считаешь в Писании, усваивай себе. Он умер за всех, а ты скажи, за меня. Вот почему. Сектанты это поняли. Баптисты говорят, это лично мой Спаситель. А их за это упрекают. А это они по святым отцам отвечают? Православные вообще ничего не знают. Вот я вам что сказал, если вы это запомните, у меня принято, что не спорить. Но если не понимают, зачем время тратить-то? Игнатий Тихонович, я хотел вот еще спросить. Вот Литеране, они же придерживались точки зрения, что по вере идет прощение грехов. Кто на вашей памяти из протестантов такой же точки зрения придерживается? И вот если Христос умирает за нас, то наше действие, оно зачем нужно? То есть, все-таки, каким образом богословски объяснить, что недостаточно жертвы Христа, а нужно еще какое-то наше действие? То есть, тем же Литеранам, как это объяснить? Как это для себя? Меня так воспитали, а вот если бы меня воспитали по другому, к примеру, какой-то Литеранской традиции, как бы я себе это мог объяснить? А вот сколько времени этим вопросом занимаетесь? Вот сейчас этим вопросом, который задаете. И сколько времени вы молились, чтобы Господь положил вам на сердце открытие это? Я знаю... В этом все, в этом все в этом. Мои слова для вас никакой роли уже не играют. Вы скажете, так Господь открыл. Так, почему? Все места Писания не расходятся. И именно вот так. Он дает спасение даром. И Литеране абсолютно правы. Правы на 100%. Верою человек праведный, верой жив будет. Верою? А как тогда? Зачем наши дела? Но вера без дела мертва. Вот для чего нужны. Об этом говорит Яков. Почему? Литер. Послание Якова выкинул вообще. Оно никак не получается, не сходится. А как? А мы уверовали. Вот дело Божие, чтобы вы веровали. Делом Божьим называется вера. А мы знаем, вера это одно, а дела подтверждают. А Библия говорит, что и вера есть дело. Вот дело Божие. Господь говорит, чтобы вы верили в того, кого Отец послал. Вот дело Божие, чтобы вы веровали. Сама вера является делом. Это тоже надо подвигнуться, от чего-то отказаться, переменить свой рацион, сон, распорядок. Все абсолютно меняется. Все творю все новое. И сегодня, в день Пятидесятницы, как раз этот вопрос вы и задали. Все новое. И новый человек говорит, почему мы празднуем субботу, воскресенье? Потому что Господь упокоился, одел твоих. Какой день? Седьмое, а это восьмое день. Это не первый. А для нас теперь новое творение Господь. Где он был наш Господь, Христос Бог? Присподней. Сколько он проповедовал? Когда воскрес? Первый день. Поэтому все, он успокоился, одел своих. Все. Теперь суббота, означает, образно указывало на воскресенье. Все ветхозаветнее было тенью будущих благ, тенью. Вот я беседую с сектантами. Ну, бывает разумное. Скажите, вы иконы имели когда-то? Ну да. А где они? Да, я их изрубил, сжег и все. Идолы. Хорошо. Ну, давайте дальше рассуждать. А вы признаете первую книгу царств? Я всю Библию признаю. По порядку будем говорить. А вы знаете, что в Ветхом Завете был ковчег? Ну да. А что в ковчеге лежало? 50 тысяч. Скрижали. Скрижали. А когда в плен попал, мы считаем, третья глава, первая книга царств. И когда возвращался ковчег, в это время была жатва, жители Бевсамиса, решили посмотреть в ковчег. Ну, сколько их на поле было-то? Ну, на поле-то, ну, 50 человек, 500, 5000, ну, это 5000, это уже много, 10 тысяч, 11 тысяч, это уже дивизия. Дивизия. Уже полнокровная дивизия. Но Господь говорит так. Они посмотрели и не порадовались. И Бог поразил 50 тысяч, 5 дивизий и 70 человек. Еще и батальон положил рядом. Я спрашиваю, а за что? Гробовое молчание. Они не смеялись, как бы, не рубили, не плевали. А что означали скрижали? Они ничего не знают. Слово называется, это Слово Божие. А Слово вначале было у Бога, и Слово было Бог. И Слово воплотилось через Деву Марию. И ковчег это был как раз прообраз Марии. Внутри ее лежал. А вы над ней, над ней сгаляетесь, у ней были дети и прочее. Вы богохольники. И вы будете достойны этой же участи. Это я тебе говорю. Им. Вот вы как раз тему подсказали, о которой я хотел вкратце поговорить. О том, что вот когда с Елизаветой Дева Мария разговаривала, значит, она, Елизавета, исполнившись Духа Святого, это Луки 1 глава, сказала, исполнившись именно Духа Святого. То есть не просто человек сказал, это очень важно, потому что где-то в Библии есть и просто слова людей, их берут как за какой-то догмат протестанта. А здесь более того, исполнившись Духа Святого, и она сказала, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. То есть все-таки ее Матерь Господа называли в Библии. Конечно. И она уже потом сказала, и ответила в этом диалоге, отныне будут ублажать меня все роды, которые буквально переводится, будут прославлять блаженное. То есть из греческого, что именно ублажать. Они как бы почему-то восстают против почитания Девы Марии. Я хотел, знаете, еще такой вопрос задать, может быть, маленько странный, насчет иконопочитания. Я для себя очень четкую линию и благодаря вашим лекциям увидел, что Бог запрещает, потом показывается, что в 25 главе книги «Исход» Господь сам говорит делать изображение, потом ряд свидетельствам Иисус Новин 7.6 о том, что Он поклоняется перед ковчегом. Далее в храме Соломона создаются изображения, которые Бог уже не указывает делать, но они по образу вот этой скинии создаются. То есть здесь уже Бог не указывает, а уже делают, уже, как сказать, люди сами по подобию делают. Потом Христос называет этот дом домом Отца своего, значит, Марка, Евангелие Марка. А далее апостолы в деяниях показываются, что они молятся в этом храме. И дальше я бы еще добавил, что в книге «Откровение» сказано, что первосвященник ходит с кадильницей, значит, вот в этих белых одеждах, это тоже важно, что он там перед алтарем ходит с кадильницей. То есть это тоже свидетельствует о том, что даже уже после жертвы Христа, убранство храма, оно скорее вот описывается в книге «Откровение» как похожее на православное. И вот все-таки это об иконах говорит. У меня только такой вопрос, не знаю, имеет его смысл задавать или нет. Изображения Бога Отца, вот я читал, они считаются неканоническими. Но в то же время я читал тоже мнение православных людей, что в книге пророка Даниила описывается ветхи днями. И здесь якобы в иконе этот ветхи днями изображен. Все-таки, как вы думаете, в тех храмах, где есть иконы Бога Отца, и вообще вот эти иконы Бога Отца, они справедливыми являются? Или вот это, как сказать, изображение в виде человека является бессмысленным и все-таки более ненужным? Этот вопрос можно было задавать, пока не было принято решение. Запрещены эти иконы. И весь сказок, мне думать-то не надо. Православному надо исполнять, думать не надо. Уже обдуманы святые учителя. Ни одного вопроса нет, который был бы не отвечен. Самое лучшее – это блаженный Афеофилакт в XI веке. Просмотрел всех святых отцов, особое предпочтение отдал толкование святого Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского. И составленное оно выходит, вот у нас трехтомник вышел. Лучшего не издать. Мы 230 иллюстрации раскрасили Гюстава Доре, включили сюда комментарии, сохраняя именно его толкование. Ничего лучше не придумать. Просто и понятно. И вот Лопухина выпустили там трехтомникам из 12 частей. Я один урок только за свою жизнь провел в университете в одном и больше в руки не взял. Нельзя это не запомнить еще. Это для археологов. Напоминает, как одна бабушка ничего как будто не знает, а он решил, закончил там какие-то сдал, бакалаврам. Стал говорить, а ты, баба, знаешь, чтоб Бог приходил на землю? Слышала, сынок? Дальше начинает. Но он видит, что она не может оценить его знать. Ты, баба, знаешь, кто с тобой разговаривает? Нет, откуда же знать мне? Я богослов. Как повтори? Богослов. О, Бог любит и ослов. Он Бог и для ослов. Так что, Иван, успокойся. Не высокоумствуй, не иди за ними. А они, все эти люди, которые высоко залазили, они все падшие. Все. Возьми Флоренский, куда залез. Протопопа вакуум уже сгорает. И все еще утверждает, что София это личность. То есть у него получалось не троица, а четверица. Четверица. А зачем это он уже? Бердяев там что сказал, где... Я беседовал с Александром Менем, у меня беседы выставлены в аудио. Он верил в эволюцию. В разовое яхт творения человека он не верил. Породистый еврей. Все знает. Умница. Ну, что сказать на это? Специально подосланный, чтобы разрушать православие, я говорю, или как? Со мной один игумен переписывался. А я ему написал, я говорю, ты вот на Берсеневском крыжовнике сухом закрутил людей. Я не понимаю, то ли ты сам это сделал, или тебе масоны дали указание такое. И он все это напечатал, отец Кирилл Сахаров. Около храма Христа Спасителя, там храм есть такой. Надо жить искренно, открыто, невысокоумствуя. Бог это запрещает. Говорит, ты о чем думал, я знаю. Мне и на ум не приходило, до чего вы дошли. Бог упрекает людей, даже Богу на ум не доходило. Зачем вы это лезьте? Мы сейчас тратим время на то, что нам никогда не потребуется. А потребуется одно, как я распорядился своей жизнью сегодня. Давид знал, вот, я вам показываю, смотрите. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Это сто поклонов. Три святое и семь раз в день становись на молитву. Семь раз, не считая утренней и вечерней молитвы. И ты увидишь из головы вот эта вся мекина вылетит. Притом, ты будешь знать ответы абсолютно на все. И даже ты скажешь, а я этого не знал. Не знал, и ты не зная будешь знать. Не зная. Вот как Бог делает. Игнатий Тихонович, Библию лучше... Есть люди, которые, знаете, усыновляют ребенка, идут на трудности. Какие-то делают в благе дела, и они к Богу ближе, чем любой богослов, который может... То есть в практике они всегда во всем, они ближе к сути вещей, чем теоретики. Потому что теоретика, она может человека без подготовки привести к неверному выводу. То есть он не чувствует, как правильно нет внутри. Я просто много хороших людей знаю, которые считают, что они к Богу ближе, чем многие люди, которые вот в интернете просто говорят о чем-то, рассуждают, а по факту не исклоняются. Нежизненно. Мы строим с нуля православные деревни, вы знаете это. С нуля. 21 тысяча разрушено, только одно наше село такое. Оно не просто уникально, а оно единственное. Какой устав, какой порядок, государственная школа, интернет, все есть, все православные. Пять входов в деревню, везде написано. Территория деревни курить не разрешается, запрещается по порядку. И вот мы начинаем тогда говорить, скажите, а вы знаете, ну я разговариваю с разными людьми, вы знаете, что столько сел полностью потеряны? Потеряны. Тут выступает у нас Нина Данилова, она депутат законодательного собрания от КПРФ. Мне не нравится это, но слова ее хорошие. Она говорит, это потеря ничего-то, территория страны потеря. Пустым не будет, тут будут жить другие люди. Там миллиард под боком шевелится. Миллиард, где негде жить людям. Вот и все. Я говорю, вот, я не теоретик. Ты, я говорю, знаешь, что образование в народе очень слабое. Ну да, это они не преподают. А что ты сделал? Ну ничего. Я не знаю, у меня нет никакого образования. Я одновременно в пяти университетах вел занятия. Три программы, десятки школ. Заводы, фабрики, техникум, милиция, все отделы. Так я-то никто. Ну и ты-то в десять раз больше бы сделал. Ты молод. Зачем тебе куда-то идти? А как вы успевали? А я никогда не умствовал. А однажды, проверив себя, я понял, мне никогда не истолковать, как толковали святые отцы святой православной церкви. Ни шагу, ни влево, ни вправо. Будет считаться, как побег из православия. И вот и все. Начинают толковать. А в стране, вы знаете, три с половиной миллиона беспризорных детей. Я говорю, а кто считал? Милиция. А что сделали вы для этого? Я вот 45 лет назад, теперь 46 уже, образовал сам лагерь детский. Православный, трудовой. Меня гнали, уголовные дела воздвигали. Чего только не делали со мной. В прошлом году я его расформировал. 45 лет. А вы знаете, что это такое? Возьмите детей 10 хотя бы, чужих. Постройте там где-то отдельно. Да мало-то еще зарегистрируйте. Теперь накормить, напоить, чтобы купались. Было интересно. А у меня на лодках они плавают, на лошадях ездят. Каждую неделю костер, картошка. Путешествия, собираем ягоды. Ты знаешь, и каждый день идут занятия, по слову Божию. Раз 5-6 они купаются. Футбол, волейбол, играют там, сражения какие. Почему вы, я говорю, ничего не делаете? Почему? Учитывая то, что у меня нет образования, но у меня есть любовь к Богу и к Его делу. А для веры, вот я вижу, это беда. Беда большая. Много преступности. Я иду сразу в тюрьму и работаю. 18 лет. Не рубля. Иду по камерам. Заносим. Заносим все, что можно. Даже на Пасху яйца крашу и ведрами несу туда. И они знают, я каторжник. Каторжник. И они у меня каждое слово слушают. Я знаю, о чем он думает. Как он скривит губы, о чем это время задумался. И они выходят, меня ищут, где я нахожусь. И неоднократно находили. И ни разу не приходили с плохим намерением. Ни разу. А что это означает? А вот теперь масоны, а вот евреи. Я говорю, ты с евреями борешься? А как бороться? Они захватили печать, юриспруденцию, все захватили. Я говорю, а мусульмане, что все захватили, ты не слышал? Ну и так понятно. Посмотри в Москве, что наполовину мусульманское. А ты знаешь, что надо бороться с ними? Ну да. А оружие надо? А где? Вот теперь против евреев давай вооружимся. Против мусульман. Нам заниматься нечем будет. Одно оружие, любовь. Я иду по камерам, а там мусульмане сидят. Я в первую очередь стараюсь им помочь. Чтобы они выжили. Но все время им говорю о Христе. А они выйдут за прежнее. Выйдут, да не все. И за прежнее тоже не все. Если мы сеем на двое, взойдет или не взойдет. А если не сеет, стопроцентная гарантия, ничего не взойдет. Я начну вот так, а вы о себе говорите. Я говорю о благодати Божией. Меня здесь нету. Совершенно нету. О благодати Божией. И говорю, ты-то больше можешь сделать. О пустяках никогда не думайте. То, что кому себя в жертву приносит. Я не раз это слышал. Это люди говорят, у которых ничего за плечами нету. Он не заботится, как накормить. Вот у меня их 109 ребятишек. Я их должен накормить и умножить это на 45. Сколько тысяч детей без помощи государства, ни рубля. Я должен достать, одеть, чтобы было тепло, чтобы не было никакого посигновения мальчики и девочки. Ты понимаешь, сколько всего этого. Я проезду сколько по скаутским лагерям в Америке, смотрел там, ну, в разных странах. Я говорю, ваших воспитателей даже на территорию лагеря бы не пустил. А территорию я должен был получить землю, строительством заняться там. У нас свой огородчик. Дети учатся абсолютно все делать. Сами стряпают. Я печник 40 лет был. Я печник. Печи русские. Глянуть, говорят, страшно, как пылают. Дети все должны знать. У нас вывешено, кто премьер-министр, кто президент, кто изобрел мобильный телефон. Приезжают в милицию офицеры, полковники, ни один не знает. Я говорю, не слышали? Да нет. Есть у тебя? Есть. Ну, Мартин Купер. И он живой. Ты о нем молился? Это мы молимся. А кто интернет изобрел? Не знает. Тим Бернер Сли. Тимофей. И мы за него молимся каждый день. И дети это знают. Дети. Маленькие вот такие вот. И они это знают. Они все знают. Кто председатель совета министров про Медведева, кто губернатор. Божественно, я это даже знать. Приезжает директор Кэстонского института к нам. А где вы учились? Нигде я не учился. Я просто смотрел. Я практик. Я вижу, ребенок погибает. А последний, говорит, краюшка и та пополам. Мать, она приходит, вот, уже два года, у нее шесть ребятишек. Шесть. Было пятеро. Ни рубля нету. Я должен накормить. Должен сохранить. У меня ни один ребенок не утонул, не заболел. Если болел где-то, я его начинаю лечить сразу же. Я лично сам. И уходят все здоровы. Ни одного больного нет, ни одной таблетки в лагере нету. Посмотри, какое поприще, чем заниматься-то. Организуйте лагерь. Деревню. Работайте там. Преподавайте в университетах. Слово Божие несите. А они спорили. А кто? Иезуиты. Они спорили. На конце иглы, иголки, сколько демонов поместится. Схоластые. Но это нужно нам. Схоластые. Выхолощенные. Костраты. Бесплодные. Надо работать и радоваться плодам. Я совсем не понимаю людей, которые одни сидят. Мы работали в мастопоезде. Я еду, когда по стране, у меня восемь человек, как правило, с собой. Покупают все билеты. Нам интересно. Мы приезжаем в Москву, Ленинград, там разные города. Везде собрания, собрания. У баптистов, у адвентистов. Везде проповедуем. А вот ко мне завезли баптистов. Он к баптистам обратился, евреи. Полтора часа у меня пробыл, и все. Встал, и я православный. А сейчас батюшка. Вот против евреев. Пусть через каждого один еврей придет и станет православным батюшкой. Вот это война будет. А вот мы ездили на дороге. Ночевали в доме мулы. Я в мечети там молился. Какие беседы были? Вы видели? С женой, по-моему, с собой общались, да? Да. Я видел. Я просто показываю поприще, где. Учитывая, что у меня нет образования, перед тобой поприще расширяется благодаря твоему интересу. Вот вы вопросы задаете. Но никуда не власти туда. Вот схоласты. А это как раз к этому и относится. Не надо. Он принес себя в жертву Богу. Как? Доказательство любви. Я пожертвовал. Не то, что жертву Богу нужна жертва. Я пожертвовал собою ради любви к тем людям, которых ты любишь. А кто нас возлюбил? И отец и сын, и Дух Святой. А кому он принес в жертву? Вопрос даже не задавай. В жертву любви. Нестерпимой, пылающей любви. Игнатий Тихонович, еще хотел сказать по поводу тем. Действительно, может быть, ряд тем, в частности, то, что задавали схоласты насчет ангелов и иглы, они являются такими уже чересчур непрактичными, ненужными. Но есть ряд вопросов, которые из теории, в частности, телеазм и так далее. Одной из таких тем является разговор с атеистами. Для многих людей, особенно подростков, очень легко сказать, да, вот в Библии говорится, значит, мир создан за семь дней, да, а у нас есть... За шесть дней, прошу прощения, за шесть дней, седьмой Господь отдыхал, значит, и шестоднев, да, вот у нас есть радиографические, куча лабораторий, да, определили, куча данных, там, в 70-х годах, о том, что у нас там Вселенная образовалась 13-7 миллиардов лет назад, работали, вот. И сравнительный анализ идет. И вот для ряда богословов они склонны к тому, что Библия больше, шире толкования шестоднева. И вот, в частности, когда Андрей Кураев беседовал с известным биологом Михаилом Дельфандом, он как раз, Дельфанд, его пытался завести в тупик тем, что... Говорить, да, вот у нас есть доказательства, там, ну, учелы, да, новый вид, там, учелы образовался и старых, это там видно за сто лет. Так, вы верите в эволюцию? Значит, Андрей Кураев ответил следующее. В общем, ссылкой на Галилео Галилея, значит, Галилео Галилей, сам чуть не стал священник, общался с кардиналом Баронием католическим, я вот маленько о нем читал, то есть это известный ему богослов католический. И тот, перед судом, когда Галилею судили, он ему сказал фразу, что Библия не учит тому, как устроено небо, она учит тому, как взойти на небо. И далее Кураев говорит о том, что вот в Библии нет никаких зарисовок и так далее. И книга «Бытия» в первую очередь говорит о том, что Творец создал весь этот мир, то есть его кульминацией творения является человек. И так же сослался на святителя Феофана Затворника, что про человеческое тело. Это тело, что это было, глиняная тетерика или живое тело? Оно было живое тело, то есть он с утверждением говорит, было животное в образе человека, с душой животное, а потом Бог вдувал в него дух свой. То есть примерно то же самое говорит преподобный Серафим Саровский. Мы не будем в частности вдаваться еще за два столетия до Феофана Затворника. Вопрос в том, почему эта тема важна и почему я ее поднимаю. Для ряда современных богословов, самое главное, что я для себя понимаю, это действительно не та тема, которая ведет к спасению. И вот что сидеть и прямо, вот я смотрел лет протестантских богословов, вот они прямо до упорства идут и доказывают шестоднев. Они понимают, что вот, они не понимают, они не действуют как апостол Павел. Да, апостол Павел, если вспомнить, когда он пришел в Грецию, он сказал, посмотрите, кому этот храм, неведанному Богу. Вот об этом Боге я... Жертвенник, жертвенник, не храм, жертвенник. Я суть рассказываю, не цитирую, рассказываю суть, что мы в Библии видим свидетельство того, что апостолы прибегали. То есть, действительно, эта тема, она не вела человека к спасению, но она являлась хорошим таким приемом для того, чтобы вот та культура, в которой человек воспитывал, чтобы его не отдалять. И вот я, как сказать, я не знаю, я всегда чувствовал с детства, даже когда у меня не было каких-то богословских познаний, я всегда видел о том, что для меня это не было противоречием. И вот есть ряд людей, которые являются именно афелистами, а есть ряд людей и в науке, которые являются... То есть им это в вопросе спасения абсолютно как бы не мешает в вопросах веры в Бога. И вот тем более, что ряд святых понимали, что и символически, и что там создается вот этот свет, что это ангельский мир создается и так далее. То есть, и хелиазм доказывает, что в Библии множество символизма. То есть, у меня такой вопрос, почему вот это является таким краеугольным камнем, особенно сегодня, когда это может отпугивать множество людей, вот именно буквальное понятие шестоднева. Почему вот это не смотрится так, отношение к шестодневу, что я не знаю, как это было, и для древних святых отцов, ну, для кого-то, может быть, и было буквальное понятие шестоднева, но у них просто... Вот их в первую очередь волновали вопросы спасения, а это не является вопросом спасения, это было их как бы частным мнением. То есть, вот почему идет именно у буквализма такая большая поддержка, хотя она отталкивает множество, можно оттолкнуть множество молодежи. Если вы зайдете в наш форум, вы наши данные-то знаете, ресурсы? Да, да, да. Не сайта, а с форум, форум. Я знаю, и сайта форума. Там 1602 темы. Если с самого начала зайдете, и там написано, как с кем беседовать. На 24 категории разбитые люди. На первом месте атеисты. Нет Бога. И как с ними беседовать, вы там найдете. Второй разряд людей, которые не верят, что Библия – Слово Божие. Как с ними? И дальше... Это не два человека. Не два, только категории столько. И вы испытайте. И в вашей жизни встретятся люди, которые именно к пятой, к десятой... Один говорит, я пробовал, ничего не получается. А третий, а кто доказал за то, что Христос придет? Как с ними беседовать? А беседовать на основании Слова Божия. Какое место Писания? И как это место Писания разъяснить? И Слово Божие живо и действует... 4.12 к евреям говорится. Живо. Тут оно написано утром сегодня. Чернила еще не высохли. Писать чернилами к вам или как? Апостол Ян говорит. И тогда мы начинаем разговаривать с людьми. У него сразу определяется, в какую сторону встать. Меня привезли в Краевую больницу. Я всю жизнь на стройке. И у меня три грыжи на позвоночнике от больших тяжестей. Не от выпивки. И только меня маленько определили. Там на операцию еще подготавливают. Приходит человек. А кто вы такой? Я услышал, вас в больницу привезли. Я о вас слышал обо мне. Много он. Профессор. Узнал и пришел побеседовать. Стали беседовать. Ну, недолго беседовали. Минут, может, 5-7. Он мне и говорит. А у вас свои-то мысли есть какие-то? Вы что-то цитируете, как цитатник Мао Зедуна. Я говорю. А зачем же? Самобытная глупость, когда есть божественная мудрость. Он остановился. Но вы сами можете ответить. Я отвечаю то, что стало моим. Это мое. Мое теперь. Мое. Я усвоил и присвоил, как Златоуст говорит. О, а я-то думал, когда я вас узнал сразу, как вначале говорит. И кто я? А тот, который к Киеве подходил. Вы хотите меня через ограду перебросить? Ограда это закон Божий. Адам со мной разделается. Я никогда не вылажу из-за этой ограды. Так сказал Господь. Я за это сокрылся. Бог сказал. И мне не надо, не надо мне думать. А вот оно как было? Из праха. Из праха делается глиняная статуя, и она мертвая. Никакой жизни нету. В Доналд сдал дыхание жизни. Не надо. Серафим, кто бы ни сказал, они не доказывают ни одного слова. Библия определенно говорит. И всегда показывает. Вот он мертвый. Из глины. Эдем. Красная глина, при том переводится. Ну, и Адам, да. Ну, вот. А теперь Доналд стал душой живой. А до этого никакой живой души не было. Мертвого. Все мертвого. Зачем живое вдыхать? В Библии два раза только говорится, чтобы сохранить целости, сохранились дух, душа и тело. Обычно дух и душа это одно и то же. То так, то так называется. Но в одном месте и в другом, в два места. Одновременно дух, душа и тело. В данном случае душа это вторая субстанция после тела. А духом называется его внутреннее состояние. У него сегодня огорченный дух или веселый дух. Мы сами говорим. С чем ты предстанешь перед Богом? Какой дух неповрежденный? В Боге. Филиппийцам. Павел пишет письмо, прикованное в узах, в камере. И пишет радуйтесь. Еще раз говорю радуйтесь. Одиннадцать раз слово радуйтесь. Это послание любви. Послание к филиппийцам. Вот мне это очень сильно помогло, когда я шел по камерам, по этапам. Сильно помогло. Архипелаг ГУЛАГ, который я насчитывал. Я пришел умереть. Вот я разговариваю с такими, кто сидели, как был Глеб Якунин. Он семь лет в якутских лагерях был. Священник Московского патриархата. Зоя Крахмальникова. Член Союза писателей. Кандидат наук. Она сидела. С Сашей Огородником. Его даже наградила Маргарет Тэтчер тогда. И всех их вербовали. У всех клички есть. Я сделал запрос в органы. Когда я был у вас в разработке. Какая моя была кличка? И мне на бланке с печатью ответили. Клички у вас не было. Лапкин Игнатий Тихонович. Так и оставалось. А теперь я могу их спрашивать. Скажите, а вы людей всегда вербуете? Ну, говорит, наша работа такая. Почему меня никто не вербовал? Я вопрос ставлю именно перед этим людьми. А вас разве не вербовали они никогда? А почему? Да потому что первый вопрос, первый еще раз меня допрашивает. Я уже вербую его. Я его уже обращаю. И следователь обратился. Принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Преступники по семь человек становились на молитву. Вот почему. Он понимает, это зона никак. Нас мафия. Русская мафия в Турции захватила. И мы не можем выйти никак. И они нас почти сутки держали на приколе. Через таможню проехать. И все время повышают стоимость. Двести, триста, четыреста, шестьсот долларов. Дайте там. Тогда вам пропуск будет. Я сразу сказал, ничего делать не будем. Машина закрыта. В машине собака. Становимся на молитву. А напротив полицейский участок. Мы почти сутки стояли на молитве. И посмотрели, что с ними было. Проходит из этой мафиози один. Они передают вахту друг другу. Проходит и говорит. А этих нам не взять. Понимаете? Это высшая похвала. А этих нам не взять. Мы приезжаем к границу. Болгария, кажется. С Румынией что ли было. Нас задержали. Задержали. Документы взяли. Не отдают. А вечер начинает темняться. Не дают. Не дают. И пропуска нет. И прочее. Я пришел. Вы отдадите или не отдадите? Ну вот начальник там звонит. Министерство. Все. Мы сейчас звоним в министерство. А вы не обманывайте. Сейчас суббота. Я говорю. Никто никуда нет. Мы звоним в свое министерство. Я говорю. Выходим на улицу. Все вышли на улицу. Мы подняли руки. И стали кланяться и молиться. Я сразу говорю. Быстренько в машину садимся. Шторки задернете. Минут 20 простояли. Бегут оттуда. Бегут. Несут поста наши. Изжайте. Я говорю. Сначала покажите, кто нас задержал. А его нет. Его нигде нет. Он здесь не проходил. Он у вас это спрятанный. Мы уедем, но Бог его найдет. И мы сели победно, подняли знамя и поехали. Почему? Бог. Когда Бог за нас. Кто против нас? Представьте себе. Шторки задернуты. Они за нами смотрели. Мы молились. И в Турции так же было. Я знаю моего Бога. Любящего Бога. Приходящего навстречу живому человеку. Живой молитве. И живой ответ. Живой. Вот сегодня подошла ко мне сестра одна и говорит. Как моя сестра болеет. Я не могу сказать. Как она болеет. Вы помолились бы о ней? Да я ее не знаю. Ну помолитесь. Ее звать там так-то. Я только пришел домой. Маленька, поглядя, она звонит. Все. Она отошла. Умерла. Я говорю. Вот и помолились. А вы, говорю, ждали выздоровления? Да нет. Мучения кончились. Мучения. Я никогда не прошу у Бога определенного чего-то. А говори, если угодно тебе, Господи. Если угодно. Конечно, я знаю, что мне угодно. Но Бога я не знаю. Угодно или нет. Вот сейчас мне надо покупать. Все. Нас разгромили. Они не разгромили. Я сам уничтожил лагерь. И теперь нужно все делать по домам. Мы уходим в дома. Лагерь бросили. Отдали деревне. И теперь нужно там везде плиты. На чем готовить? Печи. Холодильники. Кровати. Где спать? Сразу я принимаю. Оказалось, теперь не в 4, а в 5 домов. Это все в один год приобрели. Отремонтировали. Понимаете, какая работа. Это все мы в интернете выставили. Денег нету. Говорят, 2 аппарата стоят 200 рублей. Это 2 тысячи. 20 тысяч. 20. Я только вечером помолился. Звонят из Испании. Так, мы тут собрались. А они католики. Все мои книги выписали. И 20 тысяч вам собрали. 20 тысяч. Я пошел, получил. И сразу аппарату купили. Я их отвез. Сейчас говорят опять. Еще там надо холодильнике 20 тысяч. Вчера один заходит из Италии. В Италии тоже книги мои выписывал. Я вам высылаю 20 тысяч. Я не прошу. Утром еще один заходит. 20 тысяч. Я говорю, уже не берем. Мы уже достаточно. Верните назад. Я их не беру деньги. Мне не надо. Это не мои деньги-то где-то. Сегодня опять возникла новая нужда. Оказалось, с продуктами затруднения. 25 тысяч. К утру все 25 тысяч есть. И при том, ни одного человека конкретно. Ты мне дай, Иван. Просто я опубликовал и все. Сказал, мы нуждаемся. А как Бог усмотрит. А что это такое? Нам ехать. Денег нет. Вдруг человек совершенно никогда не срисовал. 200 тысяч пересылает. У нас машина сломалась в Швеции. Узнали. Это чудо Божье. Сразу поступило, как телеграмма, смс. Значит, перегружайтесь, машину бросайте. Переводим вам деньги. Покупайте иномарку и езжайте дальше. Мы смотрим Великобритания. Ролик поставили. В Великобритании стоят баптисты. Рядом дети. И крестятся. Я такого никогда не видал еще. И молятся. Господи, благослови Игнатия и дружины его. Они миссионерскую поездку такую делают. Баптисты стоят и крестятся. Еще даже не встречались. Они уже православные. Вот. Это в интернете все стоит-то. Хвалишься. Хвалящийся хвалить Господом. Умирает от слова. Так, покажи дело, веру твою, без дел твоих, Яковлевич. А я покажу из дел моих. Так, это не мои дела, а Божьи. Божьи. А у вас перевод книг есть на английский там? Или там просто русскоязычные? Русская, русская, не аспира, русская. Русские, русские люди. Я понял. Они в Англии живут там. Они, в принципе, и переводить кому-то могут. Понимаете, что если все начну рассказывать, интересно, когда брат Василия Великого, Григорий Низкий, стал писать биографию своей сестры Макрина, она тоже канонизирована это. И какие еще идица Бог сделал, а дальше приписку сделал, все равно не поверят. Люди верят только в то, что сами могут сделать. Я рассказываю, они не верят. Я говорю, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это 7 пачек бумаги, которые карандашом, по 9 куплетов, 36 строчек. И ни одной по марке нету. Насчисто. Такого не бывает. Не бывает. А как это? Я не знаю, я сейчас считаю, я их не писал. Моя рука, только видно, что моя рука писала. Бог делает. А я в Союзе писателей был. Говорят, а где вы тему берете? А я показываю. И вот святой Коностас. Я утром молюсь, мысль, я одну строчку записал, мне больше не надо. Кончил молиться только, рука пишет 36 строчек. И каких строчек? Председатель Союза писателей одно стихотворение прочитал, он уж отшатнулся. У меня ни одного такого нет, а 96 брошюрок уже выпустил. А как Бог делает? Это настолько выше моего образования, моей веры, даже сказать нельзя. Двойной и тройной подтекст. Вот что Бог делает, когда Ему доверяешься. А люди, которые не знают, ну он завидует, нападает на меня год, второй, третий. У него не было и нет ничего. А у нас только роликов 7250. И на них каждый день приходят. А мы вот давно вас считаем нашим духовным отцом. Мы были баптистами, сейчас уже и не ходим. Мы все перешли сюда только благодаря этой интернетной версии. Вот у нас 9 июля будет крещение. И откуда только не приезжают люди. Потому что их мочили, а это не крещение. В полное погружение в озеро. Ну, я читал ваш ответ, что в канонах, в апостольских правилах написано, что нужно не лежа хрестить, это в смерть крещения Христа, а нужно вертикально. Конечно. В хрестах вертикально. А они вертикально опрокидывают на спину это положение в огроб. Они ничего не понимают. Это еретики. И все одинаково делают. Православие никогда не делали. Православие это чистота, всеобъемность. Какой счастливый я, что я христианин, и притом православный. Я знаю, что с нами одинаково мыслят и Златоуус, и Игнатий Богоносец, Паликарм Смирский. А он еретик, он один. У него дофан, Аверон и Корея, больше никого нет. Спасибо, Игнатий Тихонович. Счастливого вам. Счастливого хорошего. Значит, до 10 октября. У меня не будет. Я только может, если по скайпу кто заходит, пару слов написать. Там нельзя. А вы где будете? Ну, в Потеряевке. Потеряевке, я еду работать. Нынче нам сильно навредили бобры. Четыре пруда. Просто полностью вода выпущена. Я сейчас начал делать, восстанавливать, опять нанимать надо. Я уже больше миллиона вложил в дороги, в пруды. При минимальной пенсии. Шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля. За три года больше миллиона вложил. Вот что Бог делает-то. И при том не просил. Вообще. Я никогда не прошу, чтобы узнал человека. Намек дам. А дальше Бог усмотрит как. Один кто-то стал, это гуру. Гуру ездил. Вот, говорит, гуру. Закопал в землю миллион, говорит. С двумя вложенными. И ни одного там деревенского-то не было. Это мы делаем сами. Там проехать нельзя было. А сейчас, пожалуйста, как трасса сделана. И пруды, и там рыбы все разводят. Зачем это делать? Затем, что я живу один раз. У меня есть выражение такое. И в бедности. Нужно жить красиво и интересно. Никогда не роптать, не завидовать. Никому. Никогда не завидовал. Я вообще сейчас бы, ну далее, кубометр долларов. Кубометр. Я не понимаю это. Я бы нанял сейчас дороги делать, настоящую школу. Построил бы большую. Приезжим дома. И распузырил бы в течение года. Старости новый комбайн купил бы. Ну что, Иван, до свидания. Ага, до свидания. Спасибо. Слава и Сударе.